Владимир Николаевич, добрый вечер. Здравствуйте, Сергей Александрович. Ну что, у нас достаточно много всякого рода событий в российском чемпионате. Начнем с ЦСКА, из-за явления армейского клуба. Не бывало, я бы сказал, такое в духе Политбюро. Вы знаете, в последние дни ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность. Не в наших правилах обращать внимание на такие дешевые провокации и ложные домыслы. Ну, в общем, там много. Заканчивается это все подписью Орешкина МС, Гинра ЕЛ, Бабаева РЮ, Олеча И, Безотчества, Акинфеева И, В. Что, на ваш взгляд, происходит сейчас в ЦСКА и как вы отреагировали на это заявление, которое заканчивается тем, что мы и наш 12-й игрок всегда были вместе в дни поражения и славных побед. И в этом наша сила. Сережа, здесь... А клуб провокатором, так сказать, Владимир Николаевич. А что, с вашей точки зрения действительно провокации льются полным потоком на ЦСКА? Нет. Я, честно сказать, если честно, с моей точки зрения говорить, про ЦСКА-то меньше всего и разговоров. Как-то все про «Зенит», да про «Спартак», про «Локомотив». Да. Вот. А про ЦСКА, ну, говорят, ну, гораздо меньше, чем про другие клубы. Другое дело, что ЦСКА развлекает болельщиков тем, что бесконечно снимает своих тренеров. И первых, вторых, третьих и главных неудачи, которые идут одна за одной сначала в Лиге Европы, а потом и в чемпионате России, обращают на себя внимание. Да, беспокоятся руководители клуба, что на стадион приходит не так много болельщиков ЦСКА. Да, правильно делают, что обращаются к болельщикам, поддержать их в трудную минуту. Потому что, с моей точки зрения, ЦСКА находится в довольно трудном положении. Хотя сказать, что прямо уж в очень трудном положении, в очень трудном положении находятся тамбов, там, понимаете, и тому подобную клубу. Подобные команды, у которых нет денег. У этой команды с деньгами более-менее все в порядке. Я не скажу, что они жируют, Сережа. Они сами себя, в общем-то, нагнули в такое сложное финансовое положение. Ставят перед собой задачу, приобретают хороших футболистов, приобретают иностранных тренеров. Обращают внимание на 12-го футболиста, на болельщиков. Это очень хорошо. Молодцы, что так делают. Другое дело, что они, как всегда, знаете, когда плохо, команда проигрывает бесконечно, очень неудачно выступает в кубках европейских, почему-то ищут все время виноватых. Говорят, вот обливают нас ушатыми грязи и фекалий. Ни за что непонятно. И вводят в заблуждение общественность. Но, простите, на вас особенно-то, простите, я имею в виду футбольный клуб ЦСКА, не обращает никто внимания. Вы в этом году не претендуете на высокие места. Ни разу не порадовали ни болельщиков, ни тем более болельщиков России. Ведь болельщики России за ЦСКА с удовольствием болеют, когда ЦСКА играет в Лиге Европы или в Лиге Чемпионов. Я, например, не болельщик ЦСКА. Но с удовольствием смотрю, когда ЦСКА хорошо играет в Европе. Но, понимаете, похвастать в этом году они ничего не сделали. Просто, просто ничего не сделали. И иногда просто, с моей точки зрения, было смешно. Что они делают и как они позорят российский футбол. Сейчас они обратили на себя внимание общественности тем, что призывают прекратить всякого рода пассажи в отношении их. Я, например, этих пассажев особенно не замечал. Даже, если честно сказать, Сереж, последняя игра, почему-то они сейчас выступили, они играли со Спартаком. Я не скажу, что ЦСКА играл плохо. И совсем не хочу сказать, что ЦСКА хуже, чем Спартак. Я говорил и говорю, что и Спартак, и ЦСКА обращают внимание на свою нестабильную игру. И болельщики это замечают. А то, что ЦСКА проиграл достойно 1-0, полтора тайма, играя в меньшинстве, делает им честь в определенном смысле. Если бы Чалов забил свой гол, который он обязан был забивать с 12-13 метров счеткой, то был бы счет 1-1. И вообще этот 1-1 был бы позор для Спартака, а не для ЦСКА. Потому что Спартак играл в большинстве. Если разбирать матч, который, в общем-то, только ленивый не разобрал, что там было, была ли там красная карточка или не была красная карточка. Ну, была ли ли не от Владимира Николаевича. Любой человек после матча, даже среди экспертов, которые были в основном все спартаковцы, бывшие футболисты Спартака, все единодушно сказали, если показывать паузу, где шипы Ахметова лежат на голени футболиста Соболева, стопроцентная красная карточка. Но когда начинаешь смотреть полностью, что же произошло, все сразу поняли, что там никакой красной карточки не было. Никакой красной карточки нет. И тут возникает вопрос о необходимости при срочного приезда из Сочи судьи Кукуяна, понимаете, Ашот его позвал срочно, Ашот сказал, значит, Вилков плохой. Ашот-качатурянца, глава судейского комитета. Совершенно верно. То есть Вилков плохой. Плохой, да. И судить Спартак никак не может. Не может. А вот Ашот может. И вы знаете, Сережа, если вы... Только Павел его зовут. Павел Кукуян. Нет, я имел... Да, простите, да. Конечно, Павел Кукуян. Я имел... Ашота-качатурянца. Ради бога, извините. Да, бывает такое. Я немножко другой говорю. Тут Ашот, так сказать, увидел Ашот-качатурянц, увидел, что Павел Кукуян именно тот судья, который правильно будет судить футбол с участием Спартака. Ну, справедливости ради-то я должен сказать, что... Справедливости ради-то я должен сказать, что вообще-то вот этого мужчину Кукуяна назначал венгер Кашай, а не Ашот-качатурянца. Ну, Сережа, это не принципиально придираться в мелочах. Суть-то в том, что я, например, к Павлу Кукуяну не имею никаких сомнений в том, что это хороший судья. Дело не в этом. Дело в том моменте, в котором давали. Он ведь не собирался давать вообще ничего. Сережа, он просто ничего не... Его кто поправил? Вот мы смотрим с вами вот этот вот прекрасный эпизод. Да. Вот. И в этом эпизоде почему-то все обсуждают действительно этот эпизод. Кто кого, чего и как ударил. Да. Не смотрят, что происходит за спиной Соболева. За спиной Соболева не обращали. А что за спиной Соболева? А за спиной Соболева в трех метрах от него. Бился в истерике и в ломке. В ломке. Главный тренер Спартака. Так, бился. Вот. И взывая... Возмущался, возмущался. Да. Да, он традиционно возмущается. Возмущался. Он поднимал вверх руки. Воздевал руки к небу. Да. Обращаясь к президенту Спартака. И такое впечатление кричал, что просто пора звонить в политбюро ЦК КПСС. Ну, это прерогатива ЦСКА, судя по их заявлению. И в такой ситуации... В политбюро-то звонит ЦСКА, судя по их заявлениям, Владимир Николаевич. Ну, Сережа... Можем ли мы так говорить все-таки про политбюро и ЦСКА? Можем. Потому что, как я вам говорил, неоднократно... Да, собственно, об этом и Вилков сам в большом своем пространном речи говорит, что действительно у нас 60% болельщиков это болельщики Спартака. И если уважать болельщиков Спартака, а болельщиков Спартака уважают все, то в этом смысле, то сколько убрали судей, сколько приняли в этом году решений, в определенном смысле все показывают за то, что уважение к Спартаку питают многие. Другое дело, что впервые я хотел бы поблагодарить президента футбольного клуба Спартак Федуна, который сказал или хотел сказать, что несмотря на наш нажим, несмотря на то, что мы так сильно прижали хвост судьям и болезненно искали правильных судей, он сказал, что Спартак недостойная команда чемпионского звания. Федун сказал, что не заслужили. Не заслужили, он говорит, что Спартак на чемпионство не наиграл, а они ведь, Спартак играет только на чемпионство, вы понимаете? И он как порядочный человек, сейчас очень много порядочного и среди и руководителей, и судей появилось, они высказываются откровенно и читать очень приятно, в том числе я говорю, что и Федуна, Федун выступил, и когда ему правильно, ему сказали, а что как мартышка прыгает главный тренер, он говорит, я же не могу его приковать сам наручниками, чтобы он сидел на лавочке, понимаете, что он может сделать? Но здесь вопрос в другом, Сережа, в том, что Кукуяна попросил к себе судья, чей авторитет самый высокий в нашей стране. Да. И естественно... Навар, вы имеете в виду, Сергей Карасев, да. Да. Сергей Карасев, пригласив их, показал его Навара и сказал, вот смотри, вот смотри, где нога находится. Тот побежал вытаскивать красную карточку. На самом деле, если бы Кукуяну дали все как следует рассмотреть, он же тоже нормальный человек. Если после матча три спартаковских известнейших в прошлом футболиста говорят честно, а они про Спартак никогда плохо не говорят, они говорят, да, действительно, никакой там красной карточки давать не надо. Желтую может быть, но тут же комментатор сказал, что если приглашают к Вару, то уже желтую нельзя давать. Либо никакую, либо красную. По правилам, понимаете? Там есть определенные проблемы. Дали красную карточку, ну дали, с одной стороны, ну и дали. Но, понимаете, Сережа, когда на стадион приходит, в том числе и я, когда я прихожу на стадион, я хочу посмотреть, насколько Спартак силен, насколько ЦСКА плох. Или наоборот, насколько Спартак плох, насколько силен ЦСКА. И когда в середине первого тайма одна команда остается без своего, в общем-то, сильного центрального полузащитника, это очень сильный удар. Это уже говорить о справедливости или о силе одной команды и слабости другой команды, не приходится говорить. Он нарушил, нарушил прелесть матча. Вот, понимаете, вот в долгом комментарии Вилкова... Вы имеете в виду интервью издания Чемпионат Ком, да. Да. Он объясняет, и для меня это очень ценно прозвучало, что давать в матче Локомотив с Ростовом, давать сразу японцу на 12-й минуте матча вторую, желтую, и удалять его, было бы справедливо. Было бы по правилам, было бы справедливо. Но существует понятие этика и эстетика. Понимаете? Этически, этически надо давать желтую карточку и отправлять его, и получается вместе красное, и удалять его. А эстетика матча нарушается. То есть, кто из болельщиков будет смотреть матч, когда уже 2-0, да еще в десятером остается Ростовчане. Он рассуждает про себя, он дает результаты работы своего мозга и своей логики. Он говорит, ну это же нельзя так. Он говорит, я понимаю, что по правилам я должен. А по эстетике матча не понимаю, что делать. Вот тут вот Кукуян прокукукал. Вот после слова Кукуян вам уже стали звонить, да? Да. Так вот, Сережа, Кукуян не почувствовал этого. Не почувствовал, что он нарушил эстетику матча. Эстетически матч превратился в хрень. Понимаете? Потому что у одной команды огромное преимущество по сравнению с другой. Тут-то надо было бы действительно пойти на определенные нарушения. Пусть тебе тоже по шее даст ашот. Пусть он тебе так же шлепнет разочек. А ты дай, возьми и дай желтую карточку. Потому что ты дал возможность болельщикам насладиться игрой и посмотреть, что будет дальше. Понимаете? Вот для меня это очень ценно. И то, что сказал после этого Вилков, он сказал, каждый матч, который отсудил ли я плохо или хорошо, я все равно всю ночь не сплю. Порядочный человек все равно волнуется всю ночь, Сережа. Его волнует. Что он? Может быть, это не сделал. Может быть, он все время копанием в своей голове занимается. Если он порядочный человек. Не порядочный человек, выпил стакан и уснул. Понимаете? А порядочный человек другим. И вот человек сыграл, отсудив 175 матчей. Владимир Николаевич, когда нету сил, я без стакана. Я там человек не пьющий и засыпаю, как пеньку продавший. Сереж, я понимаю вас. Тем более, вы не пьющий человек. Я образно сказал, образно. Когда человек не может выходить из сложных ситуаций, особенно для писателей характерно, для музыкантов. Не может он, для футболистов, которые тяжелый матч отыгрывают, им даже врачи рекомендуют стаканчик пивка выпить для того, чтобы уснуть. Он вроде как и не пьющий, но все равно рекомендует. Понимаете? Потому что выйти из состояния, когда ты там 12 часов пишешь какой-то рассказ или роман, потом ты никак не можешь выйти. Ты засыпаешь, а у тебя просыпается этот рассказ, и опять ты его переписываешь. Пока ты не дойдешь до какой-то. Или, если это ученый, математические формулы не вылезают из твоей головы. Нужно что-то очиститься, очиститься. Поэтому говорят, выпить вина или женщина. Но это еще говорили древние римляне. Так вот, не об этом разговор. Сейчас. А о том, что произошло с этой красной карточкой. Я говорю, вот Кукуян нарушил эстетику. Он вроде этические нормы-то сохранил. И перед Спартаком белым и пушистым оказался. А оказывается, как президент сказал, Спартак даже если и выиграл, все равно не чемпион. Не потому что ему очков не... А потому что... Я не хочу сказать, что впервые Федун сказал справедливо. Просто Федун так посмотрел со стороны и сказал, было бы несправедливо, если бы Спартак был на первом месте. Но все-таки, возвращаясь к заявлению ЦСКА, зачем клуб стал писательством заниматься? Какие-то заявления. То есть, это все настолько, как газета «Правда» передавится или тасовка тиснули. Понимаете? Ну, что это такое? По поводу чего? По поводу того, что провокаторы пишут по поводу перемен каких-то. В ЦСКА? Да. Ну, Сережа, я вроде бы ответил на ваш вопрос. Я, например, провокационного против ЦСКА ничего не увидел. Вот знаете, когда команда идет на первом месте или борется за второе место, и появляются всякого рода провокационные статьи, которые нагнетают какую-то обстановку, создают настроение не очень благоприятное. Понимаете? Тогда говорят, что ЦСКА ни на что не претендует. И вот они выступают, что что это такое? Простите меня, что вы имеете в виду? Вот хочется обратиться к ним. Ребята-то они очень специфические. Понимаете? Очень специфические. Они, я имею в виду руководители ЦСКА и капитан команды ЦСКА в том числе. В том числе. Я с Игорем, сколько бы я с ним не беседовал, меня вообще странность его суждения иногда просто удивляла. Не хочу сейчас об этом, но просто в целом, в целом, Сережа, на что они сетуют? Это же они играют в футбол, у них плохой результат. Это они плохо в Лиге чемпионов отыграли. Это они поменяли все руководство всех тренеров своих в течение последних трех месяцев. Это они допустили огромное количество всякого рода публикаций и высказываний тех тренеров, которые неожиданно, которые так же, как Вилков, узнали о своем отстранении от работы и средств массовой информации. Так что же тогда пенять-то? На кого ж пенять? Понимаете? Если бы какие-то были наговоры на том, что неправедные работы занимаются, и что футболисты у себя в номерах после тренировок или руководители клуба что-то там отмочили, а на самом деле все в порядке. Так здесь, в общем-то, прям бери ручку и пиши целый рассказ. Столько вещей в ЦСКА произошло. Но, по-моему, на них особенно никто и не обращает внимания. Понимаете? Они даже, по-моему, даже в этом году, вы меня поправьте в случае чего, даже, по-моему, даже в этом году у них всякого рода произошли с их хозяином, с новым владельцем. По-моему, в этом году. Так получается, что они в этом году умудрились сделать столько событийных вещей произошло в течение года, что хочешь не хочешь, а рука тянется к ручке. Ну, в этом сезоне. Да, поэтому откуда у них такой берется? Владимир Николаевич, да, все-таки я бы хотел вот здесь. Что, эпоха Гиннера завершена? Потому что ведь говорят о том, что и Роман Бабаев так может покинуть клуб. Ну, знаете, Сережа, давайте тогда все-таки еще выскажемся, с чего вся эта веселая картинка началась, такая неблаговидная. Вы помните, что Роман Бабаев, когда это случилось, да меньше года назад, по-моему, они начальника команды своего убрали, так сказать. Ну, больше года Владимир Николаевич, да. Он сейчас в Химках работает, да, Сергей Хунчиков. Совершенно верно. Родственник Валерия Кузьмича, я его хорошо знал еще с юности. Я его, хороший парень, его убрали очень-очень интересно. Если вы помните, он поругался с Бабаевым. Бабаев упрекнул его в том, что он недорабатывает по работе с судьями, по-моему. Напомните мне, пожалуйста. Были такие слухи, об этом писали. От чего взорвался Якунчиков? Он сказал, ну, ребята, я столько лет в ЦСКА работал, уж не надо меня лечить. Не надо меня, так сказать, крайним делом в слабости ЦСКА. Что ЦСКА там, по-моему, проиграла, что ли, да? А кто? Искали виноватого. И тут нашли виноватого Якунчикова. И выкинули его из команды. Он прекрасно работает в Химках. Но дело в том, что его это обидело. Он сказал, ну, ребят, я 15 лет отработал в ЦСКА верой и правдой. Никогда никому не обращался, ничего, делал свое дело. Ну, почему меня в такой грязной форме обругали и убрали из команды? И вот после этого, после этого, я бы хотел сказать, после этого, начинаются у ЦСКА вот эти странности. Поменяли всех тренеров. Всех тренеров поменяли. И вы говорите, и в конце концов сам президент, и владелец клуба тоже. Того и гляди, сменят, появятся другие. Орешкин, наверное, присматривает на их места. Почему? Потому что появился новый владелец. А Сережа, кто платит, тот и заканчивает музыку. Раньше заказывал музыку Евгений Ленорович. Теперь заказывают музыку потихонечку другие люди. Они ищут варианты, которые могут не понравиться очень мудрому Евгению Леноровичу. Человеку в футболе очень мудрому, но очень скупому на слова. Понимаете? Но раньше его все слушали, а теперь его никто не слушает. Там же не он же платит. Понимаете? Поэтому это естественно, Сережа. Это естественно. Год, два. Такое бывает. Вы, наверное, заметили. Когда тебя снимают с работы и делают тебя званым генералом, понимаете? От которого, в общем-то, ты сидишь. Вот Юрий Павлович тоже, по-моему, когда уходил, ему тоже пригласили. Хочешь быть в локомотиве званым генералом? Он сказал, что это я буду там сидеть. Хочешь, не хочешь, ты пока сидишь, сидишь год, два. А в конце концов ты уходишь. Потому что раньше ты был при деле и первый человек. Первый человек, которому все смотрели в рот. А теперь в рот не смотрят, понимаете? Да, твое мнение с твоим мнением считается, но в рот тебе никто не смотрит. Вот и все. Здесь это естественно, Сережа. Естественно, что происходит с банком, что происходит с руководством ЦИСКа. И поэтому вот это вот воззвание руководителей, что надо сплотиться с болельщиками, еще раз подчеркивает их переживание за состояние дел в команде. Потому что они сами прекрасно видят, что не все так просто. Так. Ну и ничего трагического нет. Пришел новый тренер, молодой тренер, понимаете? Взяли его, ну, как, я думаю, сейчас говорить, плохой он или хороший, глупо. Просто глупо говорить. Только зашел, что называется, правильно? А как он будет, как найдет, вот пройдет период подготовки к следующему году чемпионата? Сейчас осталось две игры, что там говорить. Вот, поэтому шансов у ЦИСКа, только если хорошо сыграет, может быть, четвертый, пятый займут. Владимир Николаевич, но вам не показался, это самый слабый ЦИСКа за последнее время. А что это показался? Именно так оно и есть. Что там показываться? Это же статистика, Сережа. Берешь статистику, взводишь, как что? Это самый худший результат, да, действительно. А он и должен был быть. А как вы считаете? Проиграли там, проиграли там, убрали одного тренера, другого. Сначала тренер убежал к себе в Беларуси. Вместо него стал тренировать второй тренер. Потом вернулся первый тренер, второго убрали. Потом потренировал первый, первого убрали. Понимаете, потом и третьего убрали. Понимаете, потом пригласили нового, неожиданно нового тренера до такого, что все ахнули. Вот. Ну и что же вы говорите? Простите меня, а что я больше могу сказать? Они же сами так себя ведут. Так сами себя ведут. Поэтому и разговор. Теперь вы говорите про Евгения Ленорыча, про Бабаева. А кто тогда там останется? Орешкин? Наверное, да. Ну, поэтому, Сережа, вы меня к стенке приперли. Я даже не могу больше высказать. Они сами, сами куют свое будущее. Да. Поэтому я вообще, я еще раз вам говорю, Сережа, не так плохо ЦСКА. Обстоятельства были такие тяжелые, ЦСКА выкручивалось из этих обстоятельств. Поэтому я, например, совершенно не хочу. Я вам сразу сказал, что, например, доволен игрой ЦСКА, как ЦСКА себя вело в матче против Спартака. И играло совершенно не хуже. И в других матчах они тоже не играли. Просто они играли с «Зенитом», но «Зенит» сильнее. Никуда не попрешь. Они играли с «Локомотивом», но «Локомотив» сейчас никто не может обыграть, в том числе и «Спартак». Понимаете? Поэтому по большому счету мы еще не знаем, как «Локомотив» сыграет с «Зенитом». Это да, Владимир Михайлович, но вам не показалось, какой-то там процесс вырождения ЦСКА, или по составу, по тому, как они играли? То есть мы привыкли к совершенно другому. Сережа, моя точка зрения такова. Когда приходил туда Евгений Ленорыч, произошла заливка цемента под будущий клуб. Он был от А до Я сердцевиной всего, что происходило. Он набирал всех. Тренеров, помощников, футболистов сам ездил. Отказался от всех футбольных контактов с футбольными агентами. Не подходите, я все возьму сам. Он рулил сам. А сейчас, как вы мне в данном случае говорите, что все меньше и меньше он рулит и определяет политику. Происходит естественное разрушение. Плохо ли это или хорошо ли, Сережа? Но это так же, как если мы будем про Николича сейчас говорить. Говорили, что это плохо, а потом оказалось, что это хорошо. Время идет вперед. Когда-то я Евгений Леоноровича знал, как мальчика, которому было 33 года. Понимаете? Сейчас ему не 33. Пенсионер. Понимаете? Мы все меняемся. Все меняемся. Приходят новые люди. И мы не знаем, хорошо ли это или плохо это. Но просто это меняет все. Хотелось бы пожелать ЦСКА, чтобы они были и оставались одной из лучших команд страны. А вот как они этого будут достигать? Вы помните, до Евгения Леоноровича, пока Пал Палч не предложил Евгения Леоноровича в ЦСКА, у ЦСКА было период ой, какой тяжелый. Кого там только не было. Возьмите, почитайте мой рассказ и сразу же вспомните, что в ЦСКА происходило. И всем будет сразу, станет ясно. Не хотелось бы, чтобы такая хрень произошла с ЦСКА сейчас, после ухода Евгения Леоноровича. Вот этого бы не хотелось. Вы понимаете? Вот. Хочется. Поэтому я говорю, что большего я сказать не могу. Нам остается только подождать и увидеть. Понятно. Спасибо большое. Пожалуйста.